Добрый день, дорогие зрители Первого Русского телеканала Царьград. Всех с наступившим Новым Годом и грядущим светлым праздником Рождества Христова. В студии Михаил Тюренков. И сегодня мы подводим главные итоги прошедшего 2021 года. Года непростого событийно-идейного насыщенного. Но, а поскольку Первый Русский не просто информационный ресурс, но канал смысловой, преломляющий повестку дня через консервативное христианское миропонимание, то сегодня мы подвезем идеологические итоги года. Вместе с известным православным пастырем и проповедником, автором и ведущим программы «Святая правда» протеереем Андреем Ткачевым. Здравствуйте, отец Андрей, и вас тоже с наступившим Новым Годом и грядущим Рождеством. Спасибо, взаимно. Отец Андрей, первый вопрос, хотя несмотря на то, что в течение всего года мы говорили о ковиде, о куарах, о вакцинации, хотелось бы немножко из другой сферы, к этому вопросу мы обязательно вернемся, а с внешней политики. Самая главная страшилка последних недель, тревожащая новость, пугающая новость, постоянно обсуждающаяся новость, это возможное нападение России на Украину. Наши западные партнеры постоянно об этом говорят. Мы помним из советской классики, хотят ли русские войны. Вот на ваш взгляд, хотят ли русские войны и возможно ли это война, война России и Украины? Двух русских, по сути, народов. Для вас Украина это не чужое пространство, вы родились на этой территории. Вот на ваш взгляд? Война России не нужна ни с одной стороны, ни с политической, ни с экономической, ни с геополитической, ни с какой стороны не нужна. Война нужна каким-то силам за пределами прямого столкновения интересов России и Украины. И сама Украина, как ведомое государство, как государство без собственной внешней политики, управляемая территория, она может, конечно, отчебучить любой фокус провокационный. Потому что война все спишет. Фактор войны – это чрезвычайно полезный фактор для всех жуликов мира. Она все списывает. Она переворачивает страницу и передает забвение все, что было до. Поэтому война возможна. Но мудрость политического руководства заключается в том, чтобы не идти на поводу у провокаторов. Ну а почему-то мы мирные люди, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Бить нужно по зубам очень сильно всем, кто, так сказать, дерзнет начать большую кашу. Надо бить быстро, сильно, так, чтобы пропало всякое желание дергаться дальше. Но это не в интересах России. Здесь сразу вспоминается, вот в конце прошлого года был так называемый ультиматум Запада. На самом деле, такой меморандум Министерства иностранных дел, где были предложены, ну, по сути, как сейчас говорят, дорожная карта, прочерчены красные линии, тоже, как сейчас часто принято говорить, в отношении, ну, возможной разрядки, возможного примирения России и Запада, но поставлены довольно-таки четкие, по сути, ультиматумы. Вот насколько этот документ, его уже на Западе, конечно, раскритиковали, может стать, ну, некой той же самой дорожной картой мира? Мне кажется, в условиях мирной конкуренции жить невыгодно Западу. Все-таки Запад в силу разных причин, исторически, это очень экспансионистское такое явление. Они должны заниматься экспансией своих идеологических убеждений, своих смыслов. Когда они верили в Христа, они активно миссионерствовали, когда они перестали верить в Христа и поверили в то, что нужно беречь пушных зверьков и насаждать зеленую экономику, они начали вбивать в мозги вот эти идеи. Они уверены, что они обязаны вбивать в мозги всем то, что они уверовали сегодня. При том, что они нас постоянно обвиняют в русской экспансии, русские идут, постоянное нагнетание вот этой истерии. Как вы знаете из русской пословицы, громче всех держи вора, кричит, собственно, вор. То есть вора, собственно, так и узнаешь, он громче всех кричит, держи вора. Поэтому вся эта словесная требуха этих нечистоплотных людей, она выдает их с потрохами, но божий суд будет. Слава богу, будет божий суд, потому что с человеческими силами здесь никак не разберешься. Поэтому, конечно, можно бы было с их точки зрения, если бы они хотели мирно строить на жизнь свою и всей планеты, просто мирно конкурировать и мирно сотрудничать. Но, видимо, мирное сотрудничество не входит в их планы. Очень сложность. Другой вопрос, который тоже постоянно обсуждался, и еще с позапрошлого года он, ну и даже более ранних времен вылез, прямо так скажем, это вопрос русско-белорусского сотрудничества. Долгие годы мы строили, пытались строить так называемое союзное государство, потом батька Лукашенко играл в некую свою политику, пытался усидеть на двух или даже трех стульях. Но волнение, явно навязанное извне, еще 2020 года, ну, несколько, мне кажется, его отрезвили. И вообще по белорусскую политическую элиту. И в конце 2021 года были приняты, опять-таки, вспомнил этот любимый новоясный термин, дорожные карты по дальнейшей белорусско-российской интеграции. На ваш взгляд, все-таки это две части русской земли, исторической Руси. Это части канонической территории Русской Православной Церкви. Необходима ли нам более тесная интеграция в, возможно, уже даже едином государстве, ну, или в настоящем союзном, подлинном союзном, а не декларативном? Интеграция совершенно необходима. Более тесная в разных формах или в виде союзного государства, в самом разном виде. Значит, это в интересах обоих народов, или одного народа из разных субэтносов внутри одного народа. Дело в том, что мы взаимно обогащаем друг друга общением. Белоруссия, она ведь показала, как можно было выйти из советской эпохи, ничего не развалив. Это же наши реформаторы, значит, деконструкторы. Они выходили из советской эпохи, это сволочи, так, как будто они рушили чужую хату. Они же разбомбали. У них тоже это было в самом начале, потом в 1994 году они избрали батьку, и что-то, какие-то другие процессы начались. Начались совершенно здоровые процессы сохранения здорового, того, что нужно сохранять. Поэтому они в плане инфраструктуры подвинулись поближе к Европе, и они удивляют вообще многими вещами, как бы таким, на первый взгляд, который ты ловишь, приезжая в Белоруссию. С другой стороны, они законсервировали и сохранили, и продолжают творчески использовать потенциал советской эпохи, то, что нас просто разбазарили, уничтожили на корню. Ну, просто беспощадно и бессовестно, как чужую страну. Компрадорская вся эта элита, так называемая. Поэтому общение, оно взаимовыгодное. Вообще нужно понимать, что Россия в силу своей огромности может болеть каким-то комплексом превосходства над теми, кто меньше ее. Там маленькая Грузия, маленькая Молдова, еще меньшее Приднестровье, небольшая Белоруссия, там какое-нибудь маленькое, что-то там еще маленькое. На самом деле, все это маленькое, в совокупности вырастает нечто очень большое. И дипломатические усилия страны, разумные, и внешнеполитические усилия должны быть щадяще аккуратными и уважительными к любой стране, как бы мала она ни была. Вон маленькая Сербия, значит, она, по сути, для нас это как бы такая точка опоры на всех Балканах и так далее. То есть нету маленьких стран во внешней политике. И Белоруссия, она взаимно обогащает Россию при увеличении интеграции. Поэтому я надеюсь, что процесс будет идти дальше. Это одна церковь, одна история. Надеюсь, что одно будущее. Это то, что говорил великий русский консерватор Константин Леонтьев. Это то, что называется цветущая сложность. Цветущая сложность этносов, народов. И опять-таки в рамках единой империи. Многие не любят этот термин, да? Но тем не менее, исторически это действительно империя. Империя – это не ругательное слово. Просто есть множество слов, которые прочитаны в ложном смысле. И прогресс – это не обязательно похвала. Никто не сказал, что будущее, которое усовершенствуется, оно будет лучше прошлого. В конце концов, вонючий трактор – это отнюдь не намного лучше, чем благословенная лошадка. То есть смотря на какую сторону смотреть. Поэтому империя – это похвала. Не каждый народ способен создавать империю. Это высшая форма государственного творчества народа – это собственное государство. А наивысшая форма, уже возведенная в квадрат, форма государственного творчества – это быть имперским народом, имперскообразующим народом. Потому что империя в силу необходимости толерантна. Она в силу необходимости мультикультурна. Потому что включает в себя самые разные народы и культуры. Не в европейском понимании, не в западном понимании. Нет, нет, она в правильном понимании. То есть, если я живу, например, на границе с Монголией, то через пять лет можете меня брать как консультанта по монгольской культуре, потому что я буду знать их просто в силу жизни под боком. Если я поживу, например, рядом с среднеазиатами, я узнаю их по неизбежности, я буду с ними дружить и узнавать их язык, их культуру. Поэтому русский – это очень внутренне богатая культура, поскольку мы граничим со всем миром, и весь мир присутствует внутри нас. Это похвала. И не надо стыдиться того, что Россия – это империя. Мы проговорили про Украину, про Белоруссию. Это, безусловно, части русского мира, русские земли, но близкие уже к Западу, близкие к Европе, в том числе к католическому миру. И вот мы видим в последнее время тенденции именно в постхристианской Европе. 25 декабря прошлого года было Западное Рождество, и мы видим, как там отмечали. Ну, по сути, это коммерческий праздник, в котором уже практически нет Христа. А чуть раньше новый канцлер Германии, Олаф Шольц, его кабинет министров принимали присягу, и большая часть кабинетов, в том числе и канцлеров, отказались даже Бога упомянуть, хотя в тексте присяги это подразумевает такая возможность. Вот, и что же получается у нас сейчас? С одной стороны, они отказываются от Бога, с другой стороны, они отказываются даже от Северного потока, потому что его создала Россия. Так что же получается, назло Господу Богу, назло России, как говорится в детской пословице, отморозим уши? – Видите, Папа Бенедикт, который жив, но который не занимает пост понтифика максимум, он публично продолжает высказываться, пишет книги, там как-то молится, пытается вести затворнический образ жизни. Он открыто говорит о том, что из общественного пространства Европы исчез Господь, то есть его выгнали. Господа Иисуса Христа вытолкали в шею, как надоевшего какого-нибудь там лакея. То есть вообще нет адекватной оценки вклада христианства в развитии европейской цивилизации, идентичности. Это самоубийственное занятие на наших глазах обернется позорным крахом и большой бедой. Мы не ключим в беду, но мы просто будем наблюдать ее. Со стороны, как посторонние, не участники, но посторонние наблюдатели, заинтересованные, но внешне. А все остальное, это истерия относительно России, со стороны Европы. Начиналось с Ивана Грозного, началось это все. Началось с Ливонской войны, которую вела Россия при Иване. Первая большая война с Западом. Да, это, в общем-то, эти подметные письма, эти печатные станки, уже тогда Гутенберг оставил свои изобретения. Эти листовки, изображающие драконов и медведей, с востока приходящих, которые пожирают заживо женщин, насилуют всех подряд, сжигают, уничтожают. Эта идеологическая война развивалась очень давно. То есть, по сути, когда Россия стала преемницей Ромейского царства, которое часто называют Византией, с этих пор началась война... Идеологическая война России. Идеологическая война Запада против Форума. Да, хронологически это, по крайней мере, совпадает стопроцентно. Это фантомная боль Запада. То есть, Россия просто предстает перед ним как альтернативная форма цивилизации, а Запад мыслит себя как единственную форму цивилизации, единственную достойную жизни, и имеющую задачу, силой, мытьем и катанием, силой, долларом, брехней, чем хочешь, пропагандой распространиться на всю Вселенную. И конкурентов, конечно, не терпит здесь. Они за нечестную конкуренцию. Они стремятся убрать конкурентов с поля. И Россия выступает как альтернативная возможность развития мира. И в плане многонациональности, и в плане огромности территории, и в плане религиозности, и всего остального. Поэтому они... Может, они даже не отдают себе отчета в этом всем, хотя лучше люди отдают себе в этом отчет у них. Многие традиционалисты Запада, они на Россию и лично даже на Владимира Путина смотрят с некой надеждой. К сожалению, они смотрят на нас лучше, чем мы сами на себя. Потому что, допустим, вооруженный конфликт в Эфиопии заставил эфиопских христиан обращаться к России примерно на таких формулировках, что вы огромная, православная, сильная страна, и мы хотели бы заручиться вашей помощью в этническом религиозном конфликте на нашей территории. Они смотрят на нас, как бы, видят нас в том, чего мы сами в себе не видим. Спроси простого русского, как бы, а ты вообще понимаешь, что мы самая большая в мире православная страна? Он скажет, нет. А ты ходишь, каждая сценка в церковь, ты считаешь, как-то духовная жизнь у тебя присутствует, он большинство скажет, нет. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому проблема здесь не в том, кем видят нас со стороны. Они-то все правильно видят. Проблема в том, что самопознание наше не соответствует нашей внутренней сущности. Очень. Ну это как раз именно поэтому и хотелось сейчас перейти от внешней политики, непосредственно уже внутрь России, к нашей внутренней политике, на родину. И не будем скрывать, что вот мы говорим, что постхристианская Европа. Но и Россия же тоже в значительной степени сидит на этой антихристианской игле, что и Запад. Телеканалы, мы смотрим, это сплошная похабщина. Ну возьмем тот же Муз-ТВ, который в прошлом году, благо, оштрафовали на смехотворную для них сумму, но все-таки оштрафовали за гомосексуальную пропаганду. Или возьмем те же самые недавно прошедшие голубые огоньки. Голубой огонек. Но это же просто кровь из глаз. Это же просто ужас какой-то, что творится. Про детей тоже. На чем сидят? В социальных сетях? Да все сидят, взрослые сидят. Но прям так, чтобы не выплывая оттуда, в ТикТок тот же, да, пропаганда оттуда. Не будем говорить о безнравственности. Будем говорить о наркомании. Будем говорить о суицидах, которые тоже постоянно пропагандируются. И итог. Мы видим те же самые суициды. Мы видим селф-харм, когда самоповреждающее поведение дети сами себя уродуют, членовредительством занимаются. И мы видим уже неоднократные случаи Колумбайна, когда дети приходят с оружием в школы, в вузы и устраивают кровавую баню. Это же... Есть ли возможность соскочить с этой иглы у нас, у русских? Есть возможность, безусловно. Ну, иногда, глядя в федеральные каналы, ты приходишь к мысли, что главный враг традиционной России, России исторической, России государственнической, это российское телевидение. Вообще, к декретам Ленина, значит, о земле и мире, там, где он соврал, паршиве, значит, в обоих вопросах, ни земли, ни мира не было. Развязал гражданскую войну и отобрал землю у крестьян. Загнал их в колхоз, значит, скорость. Значит, прудразверстка, вернее, началась, по крайней мере, при нем. Это сейчас неважные вопросы. Землю раздают, и никто брать не хочет. Никто не знает, как на ней работать. Отбили людей от земли. И вопрос мира, конечно, очень важный, но это не наш вопрос. Это вопрос геополитики и высшего государственного руководства. А главный вопрос – это вопрос об информации. То есть мы являемся... Мы живем в информационную эпоху, и мы потребляем огромное количество информации. И от ее качества зависит наше психическое здоровье и жизненные векторы. По сути, человек живет мыслями. То есть мы и сейчас с вами живем мыслями, и вы, из этой студии, будем жить мыслями. То, во что мы верим, то, на что мы надеемся, то, что мы ожидаем, это область, сфера нашего умного действия. Поэтому мы тяжко согрешаем или ведемся просто глупо и неадекватно, когда мы открываем эту умную сферу человеческой жизни под перекрестный огонь крупнокалиберных пулеметов, которые стреляют дерьмом. Это наши федеральные каналы. Занимаются этим 70% совещательного времени. За редким им может быть 80%, может 65%. Но большинство, наибольший процент контента убийственен по степени пошлости. Типа юморины какой-нибудь такой. Кто это может смотреть вообще до сих пор? Или какие-то фильмы, ментовские войны бесконечные. Сколько можно? Или какие-нибудь сваты. Ну что это? Слушайте, это что? И, конечно же, массовые убийства в школах и институтах, эти массакры, значит, такие сумасшедшие, потом самоубийства, перверсии половые, смена половой идентичности и так далее, имеют одно единственное корневое происхождение. Это информационная вещь. То есть информация. Сырая душа, потребляющая неконтрольно всякую информацию, рано или поздно сильно испортится. Поэтому есть возможность. Но для этого надо озаботиться производством качественного контента, для того, чтобы было радостно и интересно включить не только канал «Культура», один из немногих, который можно смотреть смело, без купюр, но любой федеральный канал должен быть средством утешения, информирования, защиты, в том числе и благородного питания бессмертной души. Благородное питание бессмертной души. Но помимо благородного питания бессмертной души, как говорили марксисты, потеря первичная, есть просто питание. Последний год, 2021, он ославился просто бешеным ростом цен. Уровень жизни большинства населения, большинства нашего народа, значительно упал. И получается, сейчас стабильность закончилась, люди начинают опять просто судорожно искать возможность выжить. Что же, мы в этом плане возвращаемся в так называемые лихие 90-е? Надеюсь, нет. Видите ли, Советский Союз оставил нам тяжелое психологическое наследие. Мы привыкли, что нам должны дать. В виде гарантированных пособий или скидки на коммуналку. Нам дать должны только одно – свободу зарабатывать, свободу трудиться. Нам не должны мешать трудиться тем, кто хочет, умеет и любит трудиться. В разных сферах. На земле с техникой, с людьми, с чем-то еще, с информацией той же. А человек русский, современный, он постсоветский во многом. И это инерция большого поезда, длинный тормозной путь. Если в Москве одно, в Петербурге другое, то где-то в глубинке совершенно третье и четвертое. И люди живут все еще этой старой интуицией. Вы не должны, дайте мне, повысьте, умножьте, приплюсуйте. Вот превращение русского человека в хозяина на своей земле – это психологическая задача. И я не совсем согласен с тем, что там, как бы, значит, тут видите ли, в городах-миллионниках мегамолы, там, мегамаркеты, они трещат от количества посетителей. А на рынке машин нет новых, машин мы же все раскупили. Говорят, ждите. Если хочешь купить новую машину, по крайней мере, в Москве, в Московской области, ты должен стоять в очередь несколько месяцев, потому что все, что было на рынке, разобрали. Значит, есть деньги у человека. Здесь есть очень важный момент. Вот мы с вами неоднократно об этом говорили. Есть идея создания огромных мегаполисов, агломерации. Согласен. Есть идея малоэтажной России, где как раз-таки… На нее нужно переключить внимание, безусловно. Она просто за пределами зоны внимания. Все внимание направлено на муравейники, на человейники, на мегаполисы, безусловно, да. Где, собственно, потребляют, что там разделяя властью, значит, такое хлеба и зрелища. А глаз не падал, там, до последнего, ну, последние десятилетия падал, конечно. Там агазификация обычных хозяйств бесплатная, как бы, это же серьезнейший шахтан на уровне всей страны. Но я думаю, что и материнский капитал, если, например, там, 400 тысяч, там, это вообще огромные деньги, для Москвы не маленькие, значит, такое, а где-нибудь в провинции – это просто огромные деньги. Например, материнский капитал в масштабах всей страны – это перекачка денежного ресурса, выражающие семьи в провинции, по сути, как для меня. Что в Москве оно съестся быстро, а там можно дом построить, извините меня, за двух детей. Короче, я думаю, что здесь я просто не владею всей информацией, но я понимаю, что все равно информация сохраняет первичность. Потому что человек, если, например, готов пересесть на макароны с кетчупом, как бы, и больше ничего, лишь бы только не выключили телевизор. А если, например, ему предложить, как бы, есть шашлык каждый день, как бы, запивать кахетинским, но при этом забрать у него все средства массовой информации, и выключить ему, например, Инстаграм, там, с Фейсбуком, он согласен будет за макароны с кетчупом, как бы, только дайте ему цацкетик. Информация важнее, она все равно важнее, поэтому работа правильная в информации, в информационном поле, она будет вытягивать Россию, она будет переключать внимание богатых людей, там, этих всемирно известных спонсоров наших, там, или, там, государствообразующих предприятий с мегаприбылью, вот туда, там, где есть тоже люди, это такие же русские люди, как бы, они ничуть не хуже, там, чем живущие, скажем, там, в Питере, там, или Ростове. И в том числе именно эта информационная политика, она может повлиять на рождаемость? Ну, она на все может влиять. О чем мы думаем, то мы и делаем. Если культ здорового образа жизни будет проповедоваться, а это он вам проповедуется, и ты с удовольствием наблюдаешь увеличение числа людей, там, бегающих, прыгающих, на коньках, там, бегающих, на лыжах ходящих, записывающихся в фитнес-залы, там, что-то люди пыхтят, что-то вытворяют с собой, там, они переживают о здоровье. Здоровым быть стало модно уже много лет назад. И это вопрос информации. Точно то же самое вопрос информации, там, многодетная семья и помощь государству многодетной семье. Не бомжам, которые плодятся, значит, за бутылку, а нормальным людям, которых большинство, которые любят детей и рожают, их на земле живут и на земле рожают. И это вопрос информации, это все вопрос информации. Человека можно запугать до паранойи при помощи информации. И возвеселить, как бы, до бесстрашия можно при помощи информации. Это первый вопрос современности. И вопрос народосбережения, да. Про рождаемость мы немного поговорили, да. Тема вечная, мы много говорили в течение года, я думаю, в 2022-м вернемся. Но есть две позиции. Либо мы действительно поддерживаем многодетные семьи, русские многодетные семьи, наши коренные, либо мы поддерживаем ту же самую миграцию. К мигрантскому вопросу не могу не обратиться. Это вопрос острый. Много было проблем, в том числе и кровавых проблем в течение 2021 года. Но какой-то просвет в конце туннеля, он стал виден. Вот именно в самом конце этого года. Вы неоднократно, мы Святую Правду с вами записывали, вашу программу авторскую, именно на эту тему. И вот хотелось бы немножко к этому вернуться, да. Видите ли вы свет в конце туннеля? Да. Конечно, в вопросе рожать или завозить, конечно, рожать, конечно. Завозить тоже. Любая страна должна быть более или менее в какую-то меру открытой для приезжих со стороны. Но здесь должна быть глубокая инкультурация. Не та провальная инкультурация европейская, которую мы видим на наших глазах. Когда они плевать хотели на вашу культуру. Они что приехали в Германию баха слушать, что ли? Они приехали создавать свои анклавы и кварталы, куда ваши полицейские заходить не будут. Короче, должно быть какие-то фильтры и тормоза. Так чтобы человек знал язык и понимал русскую историю и желал жить в этом обществе по этим законам, чтобы он не развращался здесь. Потому что они приезжают, мы говорили, из бедных кишлаков и бедных аулов. Здесь очень быстро развращаются в больших городах. Они научаются грехам, всем грехам, которыми больно цивилизованное общество. То есть это уже не какие-то не мусульмане, это не люди традиционного архаичного общества. Конечно, они пьют водку, закусывают салом. Обычная шпана такая же, как... Ходят по девкам, да еще хуже. Они как сорванные с цепи этим где занимаются. Не как выросшие в этом, имеющие некий антидот противоядия, против этого привычного, надоевшего, этого омерзевшего греха. Они срываются с цепи. Здесь нет ни мамы, ни папы, ни старшего брата, ни дяди. Здесь никто его не знает. Здесь он запрятался, как иголка в сене. И творит невыносимые вещи. Потом, когда они его узнают, потом о нем где-нибудь в ауле каком-нибудь дагестанской. Ой, такой хороший мальчик. Да там он был хороший мальчик. Он приехал сюда и сошел с ума. И приучился ко всем грехам. Гонять на машинах, нюхать наркотики, что-то вытворять и так далее. То, о чем вы говорили, культура стыда, по-моему, утрачивается. Культура ответственности, есть цивилизация ответственности, цивилизация стыда. Более традиционные, более архаичные, более традиционные общества, это общество стыда. Где, например, аборты разрешены, но их не делают. Почему? Стыдно. Разводы разрешены, но их не делают. Почему? Стыдно. Где можно напиться и лечь под забор. Но никто этого не делает. Почему? Стыдно. Не потому, что полицейский придет, поднимет тебя за шиворот и застает заплатить штраф. Этого как раз никто не боится. Стыдно. Значит, нужно культивировать эти вещи. А нет тут аналогии с тем же самым стюбиком зубной пасты, который выдавил обратно уже никак? Нет, я думаю, что это все... Человек это вообще обучаемое существо. Дайте мне телевизионный пульт, скажем, и власть управлять им. Кто-то говорил, кто хочет, может повторить. Я сам это могу повторить. Через пять лет вы не узнаете население собственной страны. Моя мечта, чтобы, например, русские читали Библию. Все русские православные люди читали Библию. Возможно, каждый день. Пусть по одной странице. И я верю, что через пару лет мы не узнаем страну. Во всех отношениях. И в демографическом, и в культуре труда, и в культуре взаимного общения. Одна только Библия может полностью поменять. Потому что это, опять-таки, информация. Правильно поданная информация сверху. Так что, значит, здесь рожать, конечно, завозить что-то. Пусть приезжают кто хочет. Мы не националисты, не шовинисты, и не фашисты. Мы просто люди. И мы умеем дружить с разными нациями. Мы все это умеем. Интернационализм – это одно из таких евангельских, таких квази-евангельских явлений, где нет ни эллина, ни иудея. Но национальность у преступников есть? Есть. А если особенно семь преступников в одной национальности, то толпой забили до смерти человека другой национальности. Перед нами этническая банда, которая, может быть, в своих действиях руководствовалась не с жаждой ограбить, наживиться, а именно какими-то национальными архаичными представлениями о враге, о чужаке, о древнем каком-нибудь противнике. То есть, конечно, есть. Не признавать этих вещей – это преступная близорукость. Близорукость. Нам нужно понимать. Вы знаете, что, если, например, это же очень глубокие корни, если, например, на ринге дерется турецкий боксер и армянский боксер, не ждите просто бокса. Столкнулись две цивилизации, у которых есть родовые памяти о страшных обидах друг против друга, и там не будет спортивный бой, там будет битва не на жизнь, а на смерть. Поэтому иногда там просто разводят в стороны, как бы в спортивных федерациях, разные страны по разным сторонам, не сводя их вместе на льду, в ринге, на татами, потому что за ними стоит историческая память, и это не будет спорт, это будет битва. Надо это знать. Это элементарные знания выживания. При необходимости в государственном масштабе стоит ли разводить в стороны, особенно тех приезжих, тех гостей, причем не только, может быть, и извне, но и из некоторых регионов наших, которые, приезжая в другой город, приезжая в центр России, в ту же самую Москву, ведут себя неподобающим образом, совершают преступления. Я знаю, что в отношении гостей, трудовых мигрантов, в последние дни года был введен новый патент, новая карта мигрантов. Вот насколько эта инициатива, может быть, интересна и правильна? Гости нашей страны, грубо нарушающие законодательство этой страны, по сути, плюющие на него, и ведущие себя, как хотят. Должны быть выдворяемы в ООН, если они не совершили уголовного преступления. Тогда они должны просто общать по закону, по уголовному кодексу и отбывать наказание, а потом выдворяться в ООН вместо постанового пребывания. А если он нарушает закон, как бы там, ну, вся-всяка разная, например, если там какая-то группа таджиков, вооруженная ломами, дерется с группой киргизов, вооруженных лопатами, то зачем нам эти таджики, эти киргизы? Надо всех экспаковать и отправить их туда, где они, пусть выясняются свои отношения, за пределами наших границ. Если это наши граждане, которые там чем-то, значит, вдохновляются какими-то идеологиями или просто какой-то бытовой гордостью, значит, их нужно судить по закону и все. Надо, чтобы работала национальная гвардия, милиция, специальные подразделения, потому что они не такие смелые, на самом деле, как им кажется. Да, какую-нибудь там девчонку затроллить и избить в метро, это, конечно, много ума не надо. Но если мужик на мужика сходится и серьезный специалист, значит, попадается на зуб, как бы, этому великому, значит, там, в своем воображении бойцу, значит, то мы видим, как это часто заканчивается. Значит, надо пресекать, наказывать, судить и, как бы, поставить на место. Иначе нельзя жить в большой стране. Надо уважать людей и вести себя с уважением, где ты находишься. Вот мы с вами пробежались уже по самым острым, по самым существенным вопросам, да, внешней политике. Понятно, что война – это самое страшное, и что может вообще быть. С другой стороны, тот же мигрантский вопрос – это очень сложный и тоже взрывоопаснейший вопрос. Взрывоопасней. Внутренней политике. Вы говорили о социальном положении. Помимо того, что есть социальное расслоение экономическое, социальное расслоение есть и по еще одному принципу. Я в самом начале уже проанонтировал этот вопрос. Он постоянно у нас звучит в нашем эфире, в наших публикациях. Тема ковидная. Тема вакцинации, тема куаркодизации. То, что это разделяет людей и очень сильно разделяет – это факт. Не будем говорить о том, насколько страшна пандемия. Она действительно страшна. И огромное количество людей погибло. Но мы видим в конце года, как люди отреагировали на пока еще законопроект о куаркодизации. Я знаю, что святейший патриарх Кирилл об этом много говорил буквально в конце года на епархиальном собрании Москвы перед духовенством. И я знаю, что во многих храмах это было озвучено, слово патриарха. Вот насколько это слово патриарх, мы сейчас перейдем как раз к церковной тематике, в отношении вакцинации и куаркодизации, оно важно, причем не только для верующих, не только для воцерковленных людей, но вообще для всех русских людей, для всех граждан России. Очень грамотное слово, которое отреагировало на все болевые точки вот этой вот данной проблемы. То есть было отмечено, что вообще цифровизация повседневной жизни рискует, угрожает нам анонимным собиранием данных о человеке и используем этих данных помимо воли человека. И по сути, мы стоим на пороге легкой возможности лишения базовых прав целых сообществ человеческих и отдельно взятых людей. То есть эта хваленая, эта борьба за чайские права как бы может обернуться в одну секунду каким-то, значит, тоталитаризмом, каким-то концлагерной действительностью какой-то на фоне там чего хочешь. Ну, пожалуйста, болезнь. Привит, не привит. Это же вопрос только повода. Там еврей, не еврей. Там веришь, не веришь. Как бы, значит, черный, белый. Как бы привился, не привился. Какая разница, на каком фоне тебя посадят в концлагерь. Если все проголосуют, тебе нужно как бы это самое побыстрее уничтожить, изолировать, чтобы ты не мешал, не заражал никого. То есть человечество всегда было внутри себя диким, непричесанным, как бы и готовым, но любые экстремальные меры, значит, по сохранению своей биологии за счет кого-то, которого, считаю, назвали врагом. Об этом патриарх раз говорит. Это нельзя допустить. Разделение по принципу QR-кода там есть, нету, там привился, не привился. Эта сегрегация чрезвычайно опасна. В то же время не нужно назвать это печатью антихриста. Потому что принятие антихристовой идеологии вначале должно совершиться в духе человеческом. До тех пор, как антихрист появится как личность, дух антихриста действует в мире еще с апостольских времен. И те, кто покоряются духу антихриста, те поклонятся ему как личности. А те, кто сопротивляется духу антихриста, не примут его как личность, как всемирного царя. Собственно, в этом все. И здесь нет смысла, нет никакой возможности обмануть человека, тайком чипировать, тайком поставить ему печать. Нет смысла в этом тайком. Нужно открыто признать над собой власть сатаны. Завуалированную. Какой должен быть ключевой принцип отношения друг к другу? Мне кажется, вот это апостольское слово про мясо, про пост, еды не едущего да не осуждает, не едущий, едущего да не укоряет. Скажем, привитый непривитого да не укоряет, непривитый привитый да не осуждает. Бог бы его прият. То есть, что ты судишь чужого раба? Перед своим Богом стоит или падает? Он верит так. То есть, священник не имеет права запрещать прививаться и не имеет права заставлять прививаться. Он должен действовать вне рамок этого. Привился, не привился, какая разница для меня. Если ты каешься в грехах или просишь назидание или хочешь принять святые тайны, я не должен спрашивать тебя об этом. Я не имею права осуждать привитых или ругать непривитых. Это вообще за пределы моей компетенции. Что мне теперь осуждать тех, у кого зубы не пломбированы, например, или заставлять всех к окулисту сходить? Я вообще не должен этим заниматься. Это вообще совершенно другая сфера деятельности. Ваше здоровье это сфера вашей тревоги. Об этом и говорит патриарх. То есть личный выбор человека современных технологий, в том числе медицинских и прививочных этих вещей, остается на нем. Мы не вправе ни заставлять, ни запрещать. Это нужно разъяснять. Единственный и президент говорил, что тут единственный способ это терпеливое разъяснение. Все. Не принуждай, не укоряй, не осуждай. Не осуждай, не укоряй, не заставляй, не ругайся об этом, не превращай этот, предмет разговора способ поругаться. Мало вам способов поругаться, мы и так все атомизированы и разделены на тысячи фракций. Сколько еще можно? Это еще внесем. Тем не менее, во внутренней церковной жизни довольно-таки сильно ковид ударил. И не только по той теме, что в 20-м году храмы на Светлой Седмице и в Пасху были закрыты для абсолютного большинства верующих. Слава Богу, на Рождество храмы все-таки будут открыты и во всяком случае этого, слава Богу, добились. Православная общественность этого добилась. А вот есть другая история. Например, Архиерейский собор Русской Православной Церкви, главный руководящий орган нашей церкви, должен был собраться в ноябре 21-го года, но был принесен именно за ковидных ограничений на май 22-го года. И там целый ряд очень важных вопросов. Один из вопросов, который, возможно, там будет обсуждаться, это вопрос отношения с консенопским патриархатом, с которым мы еще в 18-м году, в конце 18-го года прервали евхаристическое общение каноническое, которые вторглись на нашу каноническую территорию на Украину, признали раскольников, прямо скажем, ряженых самозванцев, но которые очень много сделали и в отношении подвижек, таких, прямо скажем, антиправославных, именно вероучительных. Вот есть ли смысл, на ваш взгляд, осуждений консенопольского патриархата не просто как канонических преступников, но и как фактически еретиков? Я очень боюсь слова «еретик», я бы им не разбрасывался, потому что у нас в истории нашей можно было заслужить какие-то были такие периоды, когда этим словом бесконтрольно пользовались и под анафемом попадали люди там за отсутствие бороды, там как бы еретиком могли назвать того, кто там нарушил пост в среду, скажем, то есть это здесь нужно с этим термином нужно осторожно как бы вести себя. Наша церковь вообще чрезвычайно осторожная, может быть, даже слишком иногда, как кажется некоторым неким не в меру горячим, но здесь лучше семь раз отмерить и не раз отрезать. Нам нужно выразить весь комплекс своих тревог и страхов обоснованных и аргументировать свои страхи и тревоги поведению Константинополя. Он, по сути, разделяет православный мир на два лагеря, на прославянский, скажем, такой прогреческий какой-то лагеря такой, да, это непозволительно. Это непозволительно с точки зрения всемирной миссии православия, потому что у нас еще есть Африка, у нас есть еще Япония, у нас вообще есть, кроме греков и славян, у нас в православном мире еще есть очень много людей разных, и это преступление на самом деле. Нам нужно аргументированно высказать свои тревоги, страхи и боли, наши боли внутренние от того, что вытворяется различными кафедрами. Нам не так сейчас вообще страшны католики, которые находятся в униженном положении и которые уже сами потеряли всякую веру в то, что они хранят веру как бы вселенского масштаба. Они настолько сейчас подверглись ударам с разных сторон, что они смирились до зела, нам сейчас их бояться вообще нечего. То, что мы боялись столетиями празелитизма, католической экспансии, это вообще все сдулось как шарик. Но под нами, рядом под боком у нас, где-то в районе сердца, выросла как бы новая греческая экклезиология, и мы просмотрели ее. Мы-то научились смотреть на мир греческими глазами. Кого греки называли иритиком, то мы называли иритиком. Кого греки, там фу, анафемы, мы тоже вслед за ними фу, анафемы, как малые дети. Теперь пришло время повзрослеть и посмотреть на мир своими глазами, а не греческими. Потому что греческая, царьградская, константинопольская экклезиология, она, конечно, не православна. Она наделяет константинопольскую кафедру небывалыми, неслыханными, исторически неоправданными, ничем не подтвержденными привилегиями. То, что называется восточным папизмом. Да, да, да. То есть я говорю, что не так страшен Бенедикт, как его молюют, как страшен Варфоломей, с тем, что он себе усвоил в голове, сам-то он может быть самым приятным человеком, каким-нибудь смиренно молящимся, но то, что у него в голове, то, что будет у его преемников, это новая греческая экклезиология, которую мы проморгали. Оно так выросло само себе, они уверовали в это, и они теперь дуют в эту дудку. Хотя, в принципе, эта кафедра не имеет апостольского прямого преемства, это политический примат. Это кафедра, возникшая из близости к императору, не более того. Гораздо выше ее и Антиохия, и Александрия, и, конечно, Рим, и тогда Иерусалим, хотя он тоже позже стал патриархатом. Поэтому у нас этот древний спор, так сказать, вернее, новый спор из древних проблем. Проблемы очень древние. Греков лукавыми называли давно у нас. С повести временных лет. Да, мы в целом любим их. Любим их за монашество, за то, что мы получили веру от них, за богословок удивительных, за отцов, которые сплошь почти греки, значит, такой, или грекоязычные, там, скажем. Мы любим их, мы не можем их не любить. Русские вообще всех любят, честно говоря. Но новая экклезиология Константинопольской кафедры – это страшная опасность. И мы, проморгавшие ее в прошлом, должны дать на нее адекватный экклезиологический ответ. И должны, не называя их еретиками, не порывая с ними все и вся. В церкви же такое было, столько у нас было разрыва между кафедрами, и так длились долго расколы между разными кафедрами, что мы, изучая историю церкви, должны успокоиться. Она все пережила. И это переживет. Но нужно вести богословский ответ, богословскую работу и скреплять свою собственную паству. Потому что русская церковь сильна чем? Ну, верующими людьми. Как и русское государство. И вот здесь вопрос очень важный. Я хотел бы, может быть, коротко, емко, просто у нас времени оставалось очень мало. Какой все-таки должна быть роль церкви в государстве и обществе? Роль фундамента в здании. И роль крыши в этом же здании. Все остальное забирайте себе. Двери, окна, тумбочки прикроватные. Это забирайте, кто хочет. Бизнес, политика, все. Но церковь – это фундамент, вера и смысленное бытие. И главные нравственные принципы – взаимопомощь, сострадание, покаяние, милость, вера, связь с Богом, религары. И крыша – это любовь. Нет любви без церкви. Нет. Есть только прелюбодейное сюсюканье и какой-то самолюбивой фантазии. Главное, любовь не путать с теми самыми сюсюканьями. Да, настоящая любовь, возможно, только в Духе Святом. Она подается через церковь и таинство, и ею командует сам Господь Иисус Христос. Поэтому церковь – это фундамент русской цивилизации. Об этом знают наши враги. Наши русские люди сами плохо об этом знают, но враги наши знают нас лучше, потому что нас боятся, ненавидят и желают нам зла. Поэтому они изучают нас предметно и тщательно. Они и говорят, что основа активного консерватизма и русской непотопляемости, и исторической парадоксальности русской цивилизации является ее укорененность в православной церкви. Если это убрать, все посыпется, как домик из песка. Красные слова. И хотелось бы некое завершение. Уже вышла «Святая правда» новогодняя, где вы определенные новогодние пожелания уже высказали нашим зрителям. Впереди программы, посвященные Сочельнику и Рождеству Христову. Поэтому очень коротко. Некое новогоднее наставление зрителям первого русского телеканала «Царьград». Оно будет не в духе голубого огонька. Я в «Святой правде» говорил о том, что мы читали там 13 главу Евангелия Луки о дереве, которое плода не приносит, обречено на то, чтобы порубили его. И там продлевается срок ему там окопать, обложить навозом, а вдруг принесет в это лето. Значит, возлюбленные Господи, дорогие братья и сестры, дорогие соотечественники, отлагая времена неведения, Бог повелевает по всем местам земли каяться и веровать в Господа Иисуса Христа, который есть Царь мира и Отец будущего века. Поэтому надо перестать баловаться в жизни. Жизнь очень быстро протекает, и ковид должен был всех этому научить. В могилу легли те, кто хвалился отменным здоровьем. И те, кого мы надеялись видеть с собой рядом долго-долго, значит, уже ожидают воскресения мертвых. Не надо баловаться с жизнью. Нужно веровать в Господа Иисуса Христа и принести Богу нелицемерное покаяние. Как ни странно, оттуда придет перемена жизни к лучшему во всех областях. Это твердо так, как дважды два четыре. Аминь и Богу слава. С Новым годом. Аминь. Благодарю вас, дорогой Отец Андрей. Конечно, далеко не все вопросы, которые накопились, мы успели обсудить. Но, уверен, продолжим говорить о самом главном и насущном для всех нас, для всей России в авторской программе «Отца Андрея. Святая правда». Я же присоединяюсь ко всем пожеланиям нашего батюшки и прощаюсь с вами. В студии был Михаил Сюренков. Еще раз вас всех с наступившим Новым годом и рядущим Рождеством Христовым. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова